Двор в Мотовилихе Из ситуации вышли следующим образом. Обоюдным решением собственники двух домов установили с трех сторон на подъездах к домам шлагбаумы. Всем, кто нуждался, раздали ключи. Въезд на территорию теперь разрешен только жителям этих домов. Придомовая территория является общим имуществом собственников. И, соответственно, они могут в общем собрании определять порядок пользования данной территорией. То есть могут на таком собрании собственники утвердить планировку территории, то есть определить места, допустим, для парковки машин, провести определенную работу, чтобы это все обустроить, ну и, соответственно, пользоваться этими парковочными местами. Несмотря на шлагбаумы со всех подъездов к домам, доступ к спецтехнике всегда имеется. Есть запасные ключи для отпирания, а ширина проезда позволяет проехать скорой и пожарным. Если территория находится в собственности жителей дома, то, соответственно, они также могут принять решение на собрании об ограждении этой территории. И это ограждение сделать или шлагбаум поставить. Но, несомненно, они здесь должны соблюсти нормы, в том числе нормы пожарные, чтобы они не нарушались и был возможен в случае чего проезд экстренных служб, в том числе пожарных, для устранения, если возникнут какие-то ситуации нехорошие. Урегулирован в домах и такой острый вопрос, как парковочное пространство. В доме по адресу Крупской благоустроили проезжую парковочную часть, а на КИМ-115 оборудовали новые парковочные карманы. Собственные средства вложили все те, кто был заинтересован в благоустроенной парковке. Решением общего собрания определили каждому свое стояночное место. При этом не нарушено право ни одного собственника. Даже те, кто не вкладывал финансы, без места не остался. После того, как во дворы ограничили въезд для посторонних машин, проблема парковки своего автомобиля отпала сама собой. Редактор субтитров А.Семкин